Сегодняшний мой сюжет касается основной этой темы. Собственно, хотел бы пояснить, почему у него были две даты, а не какие-нибудь даты. Дело в том, что 1729-1840 годы оказались весьма сложными периодами для французской истории. И не так, как у человека изучающего реагическую печать, прежде всего интересно, как реагировал официоз, политический официоз на ту ситуацию, которая складывалась. Очень важно отметить, что в том и другом случае, в 1799-1814 годах, власти включали пропагандистскую машину на полную мощность. Однако, эффект, последствия оказались совершенно различными. Но, чтобы перейти к рассмотрению заявленной темы, нужно остановиться несколько на вопросе о французской миграции, его просто тогда до 18 века, и напомнить некоторые цифры. Прежде всего, отметить, что поток иммиграции до 1792 года, то есть до свержения монархии, это, прежде всего, поток состоявший в основном из аристократов. Но после этой даты это явление превратает более широкие очертания, поток иммиграции увеличивается, и число тех, кто вынужден покинуть Францию, попадают люди совершенно разных социальных групп и на цифрах нечего держаться на уровне. Совершенно справедливо, но госпожа Ристаль в свое время отметила, что необходимо отличать иммиграцию вынужденно от иммиграции в правом уровне. По мнению уже Жозефа Деместера, одно из самых больших пред, отсутствие ревизской иммиграции, прежде всего, на ее иммиграцию, была полная неспособность организовать какое-либо важное политическое действие, в качестве примеров можно привести и неудачный побег короля Думы XVI, и, в общем-то, возможность организовать достаточно мощные воинские соединения, которые могли бы участвовать в войне против революционных французских армий. Собственно, несколько слов о цифрах. Существуют данные, которые были официальны в первой империи, это список составленных по указанию первого француза, в него попало порядка 130 тысяч человек. Но сегодняшние исследования, в частности, давно и хорошо известные данные Дональда Валера, позволяют говорить о том, что в цифру число иммигрантов попало порядка 160 тысяч человек. Это среднеизвешенные оценки на сегодняшний день. И по этим подсчетам, из общего числа 25% относилось число духовенства, 17% — число аристократии, 11% — число куба, божьего, 16% — число мелких божьего, и порядка 34% — это представители сословий, прежних сословий существовавших крестьянства, ремесленников, и порядка 7% — это неустановленные социальные категории из общей численности. Ну, собственно, что привлекало внимание французов, что им было доступно, что можно было вычеркнуть из прессы? Конечно, это судьба самых знаменитых иммигрантов, то есть членов Королевского дома, таких как граф Пруманский, Шарль Дартуа и так далее. И судьба корпуса Ханды, корпуса полиции Ханды, созданного уже в 1891-1992 годах и присутствовавшего проекта десяти лет при финансовой поддержке и только финансовой поддержке различных дворов в Европу, в том числе и Кербургского двора. Собственно говоря, вот нужно же перейти к вопросу о том, чем интересовались парижские газеты на камне военной социальной коалиции и, в общем-то, в протяжении 90-х годов. И ситуация была примерно следующей. Внимание зарубежных событий, прежде всего, событий с фермером с иммигранцией, иммигрантов, уделялось теми изданиями, которые были широкую корреспондентскую сеть за рубежом или дипломатические источники. Тут нужно отметить и такие издания, как Молитер Универсей и издания мини-тиражные, продавшие в меньшинстве в стране, но также имеющие хорошие источники информации, например, аналии ТРМ, издававшиеся в Веселостяном Мерсье и Жанну Лекара. Имя в такие издания нужно помнить, конечно, как в периоде Монтаверской диктатуры, издания как «Журнал «Дезуги» и «Журнал «Дуля Монтань». Это не значит, что это список полный, конечно. Более-менее все болерские издания в Англии получают информацию о проставившем группе, но, тем не менее, названы мы газетами «Корстовокали» более подробные информации. В 1070 годах наибольшую известность любовная приобретает издание, знакомое всем вам хорошо, то есть у человека отсутствует в этом мониторе университета, который по своей подробности весьма отличался. Практически более читатели могли получить сведения из Петербурга, за исключением некоторых перерывов, связанных с какими-то валенными действиями или первыми таковыми отношениями, которые по понятным причинам прерывались. Ну, здесь нужно остановиться немного на образе, скажем так, русского двора и действия редактивного двора, который принимал сам горячее деятельное участие в судебе французских эмигрантах. Собственно, самое большое возмущение парижских журналистов и читателей вызывало обширную финансовую помощь, которая оказывала русский дел. В частности, неоднократно указываясь на кондепные судьбы французских газетов, которые получали те или иные важные юралистов. Ну, правда, они, как правило, увеличились. Например, в том же мониторе мы могли бы прочитать в 1792 году о том, что Бринск-Кандэ получил для защитления своих задач и возможного переседения в Северное Прочернование порядка 800 тысяч рублей. На самом деле сумма была одной. Вот она была значительно меньше. По оценкам сегодняшнего до 60 тысяч рублей. Собственно говоря, отношение к Петербургскому двору и отношение к эмигрантам, оно было во многом очень сверху. Если переходить конкретно к событиям 1799 года, то здесь нужно отметить, что общим отношением и к русским войскам, и отношением к тому небольшому корпусу эмигрантов из корпуса карты, которые вывывали санкции, в тот момент порядка это было 6 тысяч французских эмигрантов. Это отношение было очень похоже. Это насмешки, это сарказмы. В общем, это достаточно веселая сатира. Но переходя ко второму сюжету, пусть это достаточно кратко, и так, 1814 год, конечно, это совершенно иная эпоха, когда цензура наполеоновского министерства, которое в то время закладывал герцог и его, была более жесткой. И, безусловно, количество изданий сокращенного до четырех, это основные издания парижские, которые могли оповещать о тех или их событиях за рубежом. Но, тем не менее, в этих источниках мы можем почерпнуть немало интересных. В частности, если взять на пример данные за декабрь 1813-март 1814 года, то есть до того момента, пока газеты находились в Париже под контролем старых редакционных коллективов и того же Герцогерского, мы не можем найти в этих газетах большого количества сведений о эмигрантах, о том же будущем королеве веке 18-го или о Шаре Берто. Это довольно интересная ситуация, и я, конечно, не могу сейчас говорить совершенно определённо и окончательно об этом, но всё же есть определенные основания полагать, что позиция Герцогерского и его ближайших коллег, таких как Демарей в Москве, была весьма связана, весьма тесно связана с тем, что они предполагали для себя после возвращения горбонов. Можно предположить, что высшие чиновники Первой империи должны притворить, прежде всего, любого собственника, или меньше. Поэтому те привычные манеры, те привычные методы, а пока эти свои работы, которые были отработаны ещё перед директорией, я называюсь, перед первым видом, они были, можно так сказать, приостановлены или заморожены. Вот, собственно, такая осторожность у меня есть ипотеза. Но для того, чтобы её отработать, конечно, требуется изучить ещё несколько первых изданий для сравнения. А если говорить о тех изданиях, которые я смотрю для периода 1813-1814 года, то, как это, прежде всего, журнал «Для импира», и то, что потом, во что он превратился, это журнал «Эдеба», это уже 1814 года. Собственно говоря, если завершать краткое выступление, то хотелось бы попробовать всё-таки ответить на вопрос «Свои ли чужие», потому что очевидно, что пропаганда – это пропаганда, а общественное сознание явление всё-таки более широко. И вот, на мой взгляд, что всё-таки, если говорить о французской иммиграции 1814 года, то, несмотря на все усилия пропагандистской машины первой и предыдущие пропагандистские усилия, которые прикладывались французскими властями, иммиграции всё-таки не представлялись абсолютно чужеродными влияниями, и этот фактор, в конце концов, показал большое влияние, что реставрация всё равно в Франции состоялась. Пусть это у меня было достаточно сложно, и мы все знаем о том, что реставрация была до обеда. Спасибо. 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 Спасибо.